Всем большой привет! Привет! Сегодня у нас воскресенье, погода обещается быть очень теплой, 22 градуса. Наконец-то! И поэтому мы решили поехать в очередное приключение, и на этот раз мы решили посмотреть замок Мошна. Замок этот находится в полутора часах езды от Гротслава. И первая интересная для нас такая вещь, с которой мы столкнулись, двигаясь вот по направлению к этому замку, это то, что мы попали на платную дорогу. Мы слышали, что они есть в Польше, но мы впервые... Первый опыт. Да, первый опыт именно вот взаимодействия с этими платными дорогами. Мы едем сейчас, навигатор пишет по трассе А4, и подъезжали мы в итоге к такому пропустому пункту. Он похож на самом деле на обыкновенную въезд в парковку. Просто к нему подъезжаете, нажимаете на кнопочку, получаете такой небольшой талончик. И этот талончик, как мы понимаем, нужно будет показать уже в финальной точке. То есть это как бы точка въезда, и потом, когда у нас будет точка выезда из этой платной дороги, там тоже будет такой терминал, и мы должны будем... Ну, как мы поняли, есть просто много точек выезда, и в зависимости от того, в какой выезжаете вы, вы платите определенное количество денег. То есть сколько вы проехали, столько вы и платите. Но, что важно, обязательно сохраняйте этот талончик в целом состоянии, потому что, если вдруг вы его повредите, или там повредится вот номер, и не будет понятно, где вы въехали на платную дорогу, тогда вам придется заплатить максимальную стоимость. Мы только что проехали терминал, где мы расплатились за платную дорогу, и стоила наша поездка в одну сторону чуть больше 9 злотых. И мы наконец-то уже доехали до замка, но его, наверное, сложно назвать замком, это больше такой дворец, потому что... Ну, потому что здесь нет никаких каких-то таких больших защитных сооружений, рвов, управительных стен, то есть это вот такой просто красивый дворец, но, правда, очень-очень такой эффектный и красивый. Необычный. Когда его видишь первый раз, сразу вспоминаешь какой-то диснеевский мультик. О, точно, да. И вот эти вот замки, которые рисовались именно там, такой, с кучей принцесс. Съемка с детьми. Уселась? Да. Молодец. На входе была очень-очень большая очередь. Мы стояли где-то, наверное, полчаса, чтобы зайти уже на территорию самого замка. Но что интересно, где стоит сама вот эта очередь, стоят палатки с едой, с какими-то вкусностями, мороженым, украшениями. И люди, конечно, пока ждут, то и дело подходят к этим палаткам. Там очень такое удобное расположение. И покупают. Там продаются много разных вкусняшек. И на самом деле вот этот момент ожидания, он как-то скрашивается. И все-таки стоять становится немножко веселее. Но для нас это было неожиданностью такой, что полчаса простоять в очереди на вход. Сам замок действительно как из мультика Волта Диснея. Он очень сказочный, красивый. Его особенностью является наличие 99 башен и башенок, что создает дополнительную атмосферу. Он такой прям вот действительно сказочный. Мне почему-то вот, когда я смотрю на стене Мошнинского замка вот вблизи, то у меня складываются такие впечатления, что он как будто бы сделан, не знаю, из пластика. Что это как будто детский маленький такой домик, похож на какие-то декорации, которые делаются в каких-то вот, ну просто парках-аттракционах. Вот у меня не покидает такое впечатление. Внутри замок тоже, он очень большой, здесь 365 комнат. Это вот, представьте, если вы каждый день решите жить в новой комнате, то вам понадобится год, чтобы просто пожить во всех комнатах этого замка. Это невероятно вообще. Сам замок, как мы читали, он построен в 17 веке. И самое интересное, что он практически не подвергался разрушениям даже в период Второй мировой войны. Он сохранился. Единственное, что потом был разграблен, когда его хозяева в 1945 году уехали в Германию, мигрировали, то он был разграблен, и большая часть библиотеки, картин, галереи была украдена. Но людей на самом деле сегодня очень много, и я так понимаю, нам очень повезло, когда мы были в замке Ксен, что там вообще не было людей, наверное, потому что это был будний день, и было еще довольно прохладно. И у нас получилось прочувствовать какую-то неповторимую атмосферу замка. Здесь же такого, по крайней мере, у меня не случилось. Но если сравнивать его, наверное, с замком Ксенш, в котором мы были чуть раньше, то здесь отдых уже чуть-чуть такой другой, потому что здесь есть очень большие такие лужайки. Люди сюда приезжают вот как мы с пледами на пикник. Просто посидеть, да, на пикник. Аккуратными очень дорожками, и на самом деле... Дубы, липы, прям липовые аллеи. Да-да-да. И вот очень классно гулять здесь с коляской, либо просто такую пешие прогулки устраивать, и просто вот наслаждаться погодой, свежим воздухом, хорошим воздухом, и вот просто вот так получать от этого всего удовольствие. Вот так. сам замковый комплекс располагается на территории около 200 гектаров то есть территория действительно огромная амельки здесь безумно понравилось кататься на беговели очень много сделано аллеек и они довольно ровные по покрытию то есть ребенку здесь было одно удовольствие с нами гулять кататься на своем беговели она счастлива решили сходить зимний сад нам очень интересно и он уже прямо перед нами сейчас мы пойдем посмотрим как там красиво и вам покажем пойдем мы провели в замке можно уже целый день очень сильно устали потому что прошли очень много тропинок походили по всем ближайшим территориям но мы надеемся что по всем и на самом деле нам здесь тоже понравилось понравилось и напротив замка есть вот такой пирс очень здорово прогуляться очень спокойное место и сейчас уже едем домой в сторону врослого к сожалению вот мы сейчас стали небольшую пробку большую пробку мне кажется небольшую пробку мы наконец-то выбрались пробки пробка образовалась на выезде из платной дороги мы простояли довольно долго но наконец-то мы уже в пути по направлению к дому сегодняшний день выдался очень-очень насыщенный нам понравилось прогулка выдалась замечательной плюс еще погода была очень теплой наконец-то в общем спасибо вам большое за то что были с нами за то что посмотрели это видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на наш канал впереди мы еще много куда поедем и будем рассказывать и делиться интересной информацией спасибо что оставались нами всем пока пока пока